Друзья, всем привет! Меня зовут Макс Максимов, и в этом видео мы с вами будем смотреть шутки, сгенерированные нейросетью. В Омске снесли памятники, чтобы обратить внимание на отсутствие памятников. Борис Ельцин подтвердил своё происхождение из плоти. В России предложили ограничить скорость света в регионах. Каждый пятый москвич страдает от толстого румына. Что? Простите. В Кемерово нашли гравитацию. Да, в других регионах такие все летают. Почти все мужчины Москвы оказались пчёлами. Власти Москвы предложили штрафовать за повышение зарплаты. Губернатор Севастополя обязал муниципалитеты закупать дорожные ямы. Вот мне интересно, на основе каких данных нейросеть сочиняет всё это дело. Олег Газманов стал папой Бенедиктом XVI. Боже, мне плохо. Нет, вы знаете, до развитого искусственного интеллекта ещё очень далеко. Жители Санкт-Петербурга будут штрафовать за излишнюю эмоциональность и вызывать депрессию. В опускникам красноярских вузов будут выдавать корочки с надписью «Я не умею читать». Почему? В Петербурге нелегальными таксистами будут руководить мужчины с лицами крокодилов. Блин. В России предложили обязать всех женщин рожать в субботу. А если у тебя схватки в понедельник, терпи, женщина. В Казахстане началось массовое производство невесомости. Вот как хотите, так и вынимайте эти нейросети. В России появится робот, который будет есть макароны и жаловаться на врачей. В Челябинской области задержали двух человек за выгул пьяного кота. В Мурманской области сошёл снежный массовый испуг. Пыль на Плутонии стала главной проблемой для России. Запретить пыль на Плутонии. В Кургане штрафовали за несуществующий повод для радости. В Саратове прошёл чемпионат по борьбе с гравитационным полем. Я не могу это читать. О, мой бог. Я здесь, всё в порядке. Елена Малышева предложила создать детский крем с запахом сахалин и огурцов. В Новосибирской области в рамках программы «Жить ради еды» заработала газовая служба. Кстати, «Жить ради еды» — неплохой лозунг. Для тех, кто не в курсе, организаторам «Открытой России» разрешат стать пчёлами. Что-то нейросети уже второй раз уйдут про пчёл. Подозрительно. Пользователи приложения «Социальный мониторинг» обнаружили у себя оппозиционные усы. Россияне стали меньше незаконно проникать в космос. Да, на своих домашних ракетах... А, всё, у меня кровь из глаз. Друзья, вот так вот шутит нейросеть. Надеюсь, это видео поняло вам настроение. Мы окунулись в бред искусственного интеллекта. Ну а если вы хотите окунуться в бред естественного интеллекта, то читайте мою книгу «Инверсия жизни» в жанре фантастика. Там тоже есть очень странные вещи, но не такие, блин, как тут. Всё, ребятки, спасибо за просмотр. Надеюсь, вы посмеялись. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok